Субтитры сделал DimaTorzok 13 наполнено таинственным, мистическим ареалом оккультных суеверий, народных предрассудков и предубеждений. Может быть, сегодняшний стрим будет необычным. Может быть, сегодня случится что-то, что навсегда поменяет наше верование или неверование в существование неких темных сил и ритуалов. 13 стрим. Марафон по Forbidden Siren продолжается. Это беспрецедентный, эксклюзивный, не знающий аналогов, по крайней мере, в моем творчестве. Игра, которая протянулась вот уже где-то на несколько месяцев, почти на полгода. И я верю, что 13-я трансляция станет поворотной в истории сюжета и прохождения этой невероятной и сложной истории. Поехали, друзья! Мы начинаем Forbidden Siren, часть 13-я. Запускаемся? Ну, у нас сегодня праздник. Мы сегодня второй день открыли в прохождении, поэтому я верю, что все будет хорошо. Сегодня как-то побыстрее пойдет. Ну, по крайней мере, хочется на это надеяться. Игра появилась. Ну, а вместе с ней начинаем и мы. Загружаем. Первый раз смотрю, когда он начал ее проходить. Друг мой, сердечный, ты немного пропустил. Ты пропустил 12 трансляций длиною в полгода. И, ну, ладно, вряд ли ты что-то поймешь из 13-й. Хотя, вот ты знаешь, в случае Forbidden Siren, тот факт, что ты подключился на середине сюжета, ничего не изменит в твоем понимании происходящего на экране. Абсолютно. Мы, как и ты, ни хрена не понимаем, что происходит в этой деревне, кто все эти люди, почему они все время бегают по кругу, кто все эти монстры. Эти же вопросы задаем себе и мы уже 12 стримов подряд. Поэтому присоединяйся и приятного просмотра тебе, мой вновь подключившийся зритель. Погнали. Расскажи сюжет вкратце. Ну, типа того, да. Второй день. 10 часов утра. Раннее утро второго дня, друзья. И это приятно, потому что надоело бегать в потьмах. Посмотри на это. Я смотрел его в детстве. О чем ты? Ты? Я родился в этой деревне. О чем ты? Это ключевой вопрос рефреном, протянувшийся во всей книге повествования. Давно это было. Послушай, прости, что я втянул тебя в эту историю. Это не твоя вина. Я сама так решила. Какая классная улыбочка. И с ехицей у нашего товарища. Йорико! Итак, некую Йорико, которую подстреливают уже где-то стримов 5, наконец, окончательно завалили. А мы должны защитить снайпера от мести кровожадной Йорико. Видимо, так предположили, так интерпретировали поворот сюжета адаптатора игры на русский язык. Меня ранили, да? Я ранили. Такое чувство. Я так странно себя чувствую. Знаешь, когда тебе порцию дроби всаживают в ляжку, то действительно чувство несколько странное. Не похожее на остальные. Возможно. Или тоже превращусь в монстра. И это не исключительно. Йорико, твое тело больше не может принимать красную воду. Я найду его. Оставайся здесь. Я бы сейчас хотел вам показать тело еще одного человека, который тоже больше не может принимать красную воду. Смотрите, я нашел брата Йорико. Сейчас я вам его продемонстрирую. Итак, друзья. Вот он, человек. Тело которого тоже больше не может принимать красную воду. Это двоюродный дядя Йорико из России. Такая загадочная судьба. Их связывают друг с другом тяжелые повороты сюжетной линии их жизней. И вот он тоже говорит, я не могу больше принимать красную воду. Надеюсь, что с Йорико мы ситуацию поправим. В отличие от господина, показанного мной выше. Погнали. Значит, цель миссии... Цель миссии... Не больше, не меньше. Защитить снайпера. Защитить снайпера. Вы спросите, каким образом? Я пока тоже не понимаю. Я знаю, что у нас есть пистолет с 28 патронами. И это нам несколько дает какие-то надежды на существование. Итак, мы начинаем. Карта, кстати... Карта, кстати, знакомая. Кажется, это... Нет. Нет, друзья. Хотя очень похоже. Там уже был мост. Тоже был проход где-то здесь. Но вы могли перепутать эту карту с картой, на которой был колодец. Нет. Это другая карта. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Отходы материала. Мини-святыня. Подвесной мост. Но мы ничего не знаем, куда идти, что делать. Поэтому... Ого! Рудный завод. Нифига себе. Целое сооружение. Горная хижина. Дистрибуция. Вот здесь дистрибьюторы сидят, ребят. Здесь сидят дистрибьюторы. Возможно, они являются дистрибьюторами... Может быть, какого-то текстиля. Может быть, дистрибьюторы японских... Телефон. Дружи мои, вы поняли, что это за карта? Вы поняли, что это за карта? Мы здесь бегали пацаном. Вот здесь телефонная будка. Где он? Вот она. Помните, здесь мост, здесь стоял снайпер. Мы звонили по телефону, отвлекали снайпера и пробегали. Вот здесь вот какая-то лужа с проводами, по которой бежит ток. Ну, в общем, на одном из автомиат... Да-да-да-да-да. Луи вот самая сакральная лужа. А мы находимся... Ну, честно говоря, даже не знаю где. Даже не знаю где. Защитник снайпера. Ладно, давайте подойдем к Йорико, спросим, как у меня дела. Там, где из колодца дрянь была? Из колодца дрянь. Красиво. Из колодца дрянью. Так бы я сказал. Об авторах и создателях всего произведения. Короче, ребят, мы не знаем. Мы знаем, что на противоположной стороне есть снайпер. Слава богу, на дворе день. И я предлагаю навалить наш громкочек, да? Ребят, ничего не сделать. Громкость игры, она не регулируется. Вот тот самый снайпер, на мосту которого нам надо идти по защиту. Здорово, повар. Так, это сама Йори, да? Здесь летает какая-то неведомая тварь. А снайпер возле телефонной буты находится. А здесь летает тварь. Ну что я знаю? Ворожительный кармин. Это руднозавод. Сколько я понимаю, руднозавод тоже бегает. Это бомжа. И больше никого. Итак, снайпер, который передвигается по мосту в телефонной буте. Летающая над мостом какая-то тварина. Не тварина в данном случае, это не стритер, но людей. И вот на рудном заводе тоже сидит какое-то оно. Друзья, вот лестница. Нам по всей видимости по ней нужно подняться. Но я предлагаю не спешить. Давайте попробуем зайти в опции. Как успехи-то близок к победе. Даже не спрашивай. Контроллер звук. Ничего не изменилось по громкости звука. Друзья, я думаю, что мы привыкли к вам. Я предлагаю вернуть настройки на старый телефон. Ну, перемена звука на телефонный мало что изменила в его громкости. Поэтому оставим предыдущий вариант. И пойдем пройдемся вот по этой местности. Короче, я думаю, на этой карте еще много чего нужно сделать. Но единственное, куда мы можем подняться, да, очевидно, единственное, куда мы можем подняться, это по самой лестнице. Здесь есть некие камни, подходить нужно к любой хрени, друзья, к любой абсолютно хрени. Потому что мы не знаем, где может оказаться какая-нибудь подсказка или какое-нибудь действие, какое-нибудь место, где нам нужно что-то произвести. Поднимаемся по лестнице, единственная лестница, которая ведет нас наверх. И сдается мне эта лестница прямиком ведет на мост, по которому летает некая Чупакабра и бродит снайпер. Поэтому будем осторожны. Он уже нас болел. Да, он уже нас болел, к несчастью. Ну вот, мы прямо перед ним пытаемся подняться. Товарь по-прежнему летает, а какая-то гадина по заводу тоже по-прежнему ползает. Да, смотрите, вот, вот сейчас нужно подниматься. Нет. А, это тварь. Нет, стойте, 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 стойте. Значит, сейчас... А по нам стреляет какой-то другой мужик. По нам стреляет как раз этот мужик. Нам нужно как-то по-тихому подняться, так, чтобы он нас не спалил. Спросите, как это сделать? Отвечу... Никак. И это первая проблема игры. Ладно, давайте попробуем просто по... По-рабочий крестьянски. В стиле стелс от Майкера. Просто подняться наверх. Просто подняться. И защитить этого снайпера. Улету на пистолет? Не, я не уверен. Это что-то... Слишком... Сделай подвесной мост непроходимым. Профессор. Сделай подвесной мост непроходимым, друзья. Вот такая вот легкая, ненавязчивая и непринужденная подсказка. Я бы сказал, подсказка, не оставляющая нам никаких сомнений в том, что надо делать. Это просто сделать мост непроходимым. Непроходимым. Как сделать мост непроходимым? Ну, я думаю, что не проходить, понимаете? Почему? Ладно, пофигу, друзья. Давайте поднимемся. Я не знаю, где снайпер. А снайпер вот здесь. Так. Нам по-любому надо бежать в сторону от моста. То, что там летает тварь, на это все нам плевать. Мы просто должны... Нет, нет, это не летун. Это не мог стрелять летун. У многочленов, летающих над мостом, у них точно нет оружия. Итак, мы сейчас поднимаемся и бежим налево. Вообще, на пофигу. Да, ушли налево. Пофигу на этого снайпера. Мы просто должны... Ну, он стреляет довольно метко, да? Туман, как в самом хиле. А мы теперь должны как-то изучить местность. Мы добежали до конца этого. Дорога заблокирована около. Ничего нельзя сделать. Мы добежали до конца этой дорожки. И там товарищ перезаряжается. Заметили? Там перезаряжается товарищ. Вот та самая лужа. Вот та самая лужа. Силовика берута с лужи, но он не под напряжением. И пока что тоже ничего нельзя с этим сотворить. Давайте попробуем тихонечко пройти на другую сторону и исследовать местность. Да, значит, товарищ смотрит сейчас на телефонную будку. Ладно, к нему приближаться просто категорически воспрещено. Нужно попробовать по-другому. А можем ли мы пройти? Да, мы можем пройти. Значит, к нам летит какая-то тварь. А, нет, действительно, у тварей пистолет. И это сейчас меня немножко шокирует. Действительно, по нам стреляет тварь, ребята. Это... Знаете, это вам... Ниху-ху-ху-ху. Так, что это такое? Электрокарм, кажется, она не функционирует. Значит, нам еще нужно влепить где-то электричество. Здесь можно спуститься. Летает какая-то тварь и постоянно по нам шмаляет. Ну, слушайте, это уже перебор. Я так думаю. Что это такое? Там какой-то лист бумаги лежит, нет? А, это просто освещивает все деревяшки. Мне хочется подняться наверх. Я пока не хочу спускаться на открытую местность. И следовать это место. Здесь кто-то ходит, но надеюсь, что он хотя бы он без оружия. Потому что если еще и он с оружием, то это, ну, прям совсем плохая новость. Сделать подвесной мост непроходимым. Напоминает, такая вот у нас задача. Лестница сюда, лестница сюда. Мы поднимаемся. Стоп. Эта лестница ведет нас к одному выходу, а к другому. Серьезно? Наш герой не хочет стрелять. Не хочет стрелять прямо по цели. Это забаррикадировано. Ну, она же там лежит, значит, мы можем пройти. Откуда она вылезла? Вот тут какой-то генератор. Наверняка его надо включить. Если вы спрашиваете, как мы потом найдем, найдем то место, откуда мы пришли, я не знаю. Клянусь, я ей-богу не знаю. Я в жизни никакой не найду это место. Так. Смотрите. Маленький генератор. Все его топливо израсходовано. Я смутно вспоминаю это место. Очень смутно. Да. Это печь, но у меня нет топлива. Причем, нужно где-то найти топливо. Стоп. Я еще хочу кое-что посмотреть. А, стойте. Это мы по кругу пробежали. Это мы просто пробежали по кругу. И вот выход один. И вот выход второй. Кстати, подождите, вон там еще лестница. Мы на нее не поднимались. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Беда. Туда-то мы спрыгнули. Надеюсь, что отсюда же... Да. Все. Отсюда же можно выйти и в эту сторону. Хорошо. Перезагружаемся. Да, я знаю, Антон. Но мы начинали с другой стороны. Я все... Конечно. Друзья, просьба не спойлерить огромную акламу. Разбрызгать бензин. Так, мы разбрызгали бензин. И почти уже сделали подвесной мост непроходимым. Осталось дело за малым. Я, кажется, знаю, где факел. Мы его втыкали в прошлой миссии. Помните? Мы втыкали факел в конце этого подвесного моста. Стреляй по бензину. Он слишком просто. Скайфаус. Там, в конце этого подвесного моста, из-за другого персонажа, мы втыкали факел в бочку. Чем привлекали внимание какого-то жлоба. И, соответственно, есть вероятность. Есть такая вероятность. Опа, смотри, по дорожкам. Да, по этой дорожке мы поднимались отсюда. Вот здесь должен быть факел. Писочком материала наполнен стальной барабан. Вот здесь был факел. Что, что? Да, по-прежнему. Да, втыкали факел, но факела уже нет. Окей. Пойдем дальше. Еще один выход. И что здесь? Дорога заблокирована околзом. Окей. Значит, ну пол дела мы сделали. Мы разбрызгали бензином. Нужно сжечь к черту этот мост. И мы сейчас находимся с вами примерно, примерно вот здесь. Значит, можно спуститься здесь, можно спуститься здесь. А что вот это такое? Так, отходы материала. А вот это что такое? Мини-святыня. Давайте спустимся к мини-святыне. Где-то здесь, где-то здесь должен быть какой-то огонь. Может быть, в багажнике тачки. Мы спускаемся к мини-святыне. Вот на мини-святыне. Это маленький святыня. Очень маленький. Опа. Поднять. Что же это? У вас шланг. Тайм он так и учит. День 2. Цели задания 2 выполнены. Так, вот это важный момент. Давайте это зафиксируем. Тайм он так и уничьи. День 2. 18.00. Задание 2. Окей. Не знаю, ребят, как вам, но мне игра жутко нравится. Вот теперь я ее распробовал. И она действительно сложная. И действительно в этой игре есть некий челлендж. Потому что когда вам все показывают по навигатору и рассказывают, куда бежать, что делать, это намного легче, чем ситуация, в которой мы оказались. То есть есть некая карта, в которой мы, как ни обозначены по навигатору, сам догадывайся, где-то еще что-то делаешь, сам догадывайся, зачем тебе эти предметы, которые ты находишь. И поверьте мне, в этой игре их можно использовать очень в неожиданных местах. Вторую часть я с удовольствием пройду, друзья, только при одном условии. Если там будет нормальная русская адаптация. Мне уже надоело бегать там не знаю где и искать то не знаю что. А мы сейчас идем к машине. Здесь ходило множество хмырей ранее. Мы не побегали там чего-то. Только вы можете видеть лесные пожары. Я как раз собираюсь лесный пожар произвести, спродукцировать. Так, а где мы сейчас находимся? То есть на одном из... Здесь святыню мы спустились, побежали сюда. Или вот сюда. Короче, надо выйти к машине. А вот это я вообще не знаю, что заходит. А, просто круговой. Нет. Это вот где-то вот здесь мы спустились. По всей видимости. Но нам нужно не вниз. Нам нужно не наверх, нам нужно вниз. Ёперный театр. Ёперный театр. Слушайте, проблема. А я не знаю как в нее стрелять, если я ее даже не вижу. Так, есть проблема. Я не знаю как убивать тварь, которую я даже увидеть не могу. Ёмасэ, а что же делать-то? А нам нужно к машине, я уверен. Я уверен, что именно в тачке мы найдем, например, бензин. Похоже, здесь недавно копали. Здесь недавно копали. А что это за место? Оно никак на карте не обозначено. Нет, нам нужно как раз в другую сторону, друзья. Да, вот мы так спускаемся и снова попадаем на эту дорожку. Так, во второй части есть подсказки перед началом задания. Намекают, что надо будет делать на уровне переводом лучше. Правда, там проблемы с графикой, пропускай версии на эмоле. Ага, ясно. Нет, ну может быть все-таки мы сжалимся над нашими зрителями и будем проходить уже в другую игру. Но, конечно, прикольно. Прикольно. Здесь по нам шмаляет снайпер. Здесь мы должны однозначно валить. Однозначно валить. И спускаться к тачке вот отсюда. Давайте попробуем сделать это медно. Но, ей-богу. Я ее не вижу. Я не знаю, где она летает. Да ладно, машину кто-то сжег. Ай, ты дурак, не кричи. Придурок. Так, машина осталась только почерневший кузов. В воздухе еще что-то чувствуется. Ну, классно. Что я вам скажу? Ух ты. Ты что, охренела? Да. Ты серьезно? С одного удара? С одного удара? Окей, попробуем сейчас... Другую тактику. Без всяких шлангов и прочей билиберды. Кстати, а туда дальше мы не пробегали. Нет, серьезно? Блин, она сзади оказалась. Короче, я так понимаю, в тварь... В тварь, которую летает, мы вообще никак не можем попасть. По причине того, что мы ее тупо не видим. Наш герой-то и в видимых монстров стреляет через раз. А в летающих, так это вообще проблема. Но я все-таки другое хотел сейчас сотворить. Я хотел сделать просто ход конем. И вот так вот сделать. Интересно, увижу я этого снайпера или нет? Вообще клево, да? То есть мы тупо пробежали прямо. Но это стелс от Баннигура. Сейчас сюда вылезет еще тварь. Но нас завалила не она. Нас завалила скотина, стреляющая сзади. Да, это вот летающая тварь, действительно. Слушайте, прикольно. Его было видно. Давайте попробуем еще раз. Слушайте, может мы сейчас просто гуфнем снайпера и все? И конец делу венец? Гуляем. Он бежит от нас. Он бежит от нас. Он где-то здесь. Он побежал. Я видел тень налево ушедшей. Да ладно. Слушайте. А эта скотина просто не хочет намедраться. Лол. А. Мужики, неужели игра настолько интересна, что уже столько времени рубите с ней, несмотря на столько фейлов и трайв? Да, она реально интересная. Вот ревьюерс. Кто? Кто? Слушайте, эта гадина, она летает просто по всей рощице. Она летает по всей... Она... Эта кукушка сидит на каждом дубу. И у нее скворечники по всей карте. Ёпс тудэй. А как я ее буду убивать? Но. Давайте все-таки попробуем гуфни снайпера. Мне кажется, что у нас есть реальные шансы. Вот рилия. Где-то скотина ходит. Он же кривой. Вот он. И вот он побежал. И вот он побежал, ребят. Побежал в неизвестность. Не так-то просто казался этот ослиный. Но он же где-то существует. Он же не растворился в воздухе. Ребят, но он же не растворился в воздухе. За нами кто-то бежит. У-у-у! Вот это класс! Слушайте, это стелс. Я думаю, игра не ожидала, что я преподнесу ей такой сюрприз. Игра не ожидала, что я буду так ее проходить. Просто снайпер охренел. Иди сюда, лезь. Лол. Снайпер просто, я уверен, я сломал сейчас игре весь ее нахрен скрипт. Потому что... Пошел в жопу. Где ты стреляешь? Он где-то наверху. Я его сейчас достану. Спецназ, ребята. Умение вести войну в пересеченной и скрытой местности. Где ты, тварина? Интересно, дед зарегенился, как и я, или нет? Да нет, не шахтер. Точно не шахтер. С чего шахтеру по нам шмалить? Но! Я все видел, я все видел, ребят. Просто F5. Просто F5 и стрим снова пойдет. Просто F5, друзья. Ладно. Короче, он от нас убежал, где-то засел на вышке, но я уверен, что убить его нельзя. Но скрипт не позволит. Но! Уже один тот факт, что эта скотина от нас убегает, говорит о том, что... Это вы думаете, тот самый дед, да? Но я же вряд ли его убью, да? Вряд ли я заковыряю этого деда. Хорошо. Ладно. Шланг, бензин. Ну, я не знаю. Давайте попробуем... Давайте попробуем вернуться и разбрызгать бензин. Там, ну, там, где мы разбрызгали бензин, там же применить шлак. Может быть, что-то как-то. Защитить его надо от кого, вопрос. И у нас главная цель миссии это сделать подвесной мост непроходимым. Стоп! Там был какой-то аккумулятор, точно, я помню, да? Там был аккумулятор, давайте попробуем с ним сейчас решить вопрос. Может быть, действительно, деда нам не надо убивать? Это маленький генератор, топливо из расходов, но нет, ничего не сделать. Ни пса не сделать. И здесь тоже ни пса не сделать. Это просто печи, в ней нет, топлива и всё. Шланг, стойте! Я понял. Я понял, ребят. Куда шланг-то нужно надевать? А вот здесь мы вообще еще не были. Понятно. Это ясно. Короче, к луже бежим. Есть гениальная идея. Побежать к луже. Ядрень Афеня. Привет, фарбер. И, друзья, одна огромная просьба ко всем. Не спойлерите, потому что действительно интересно проходить. Нет, она стреляет. Охренеть. Опять дед на мосту служки. Он просто сдал круголя и пошел на мост. Он просто сдал круголя, это скотина. И пошел на мост. О, бог ты мой. О, боги. О, все боги, святые боги. Короче, ребят. Там летает неведомая хрень. Она в нас стреляет постоянно. И ее каким-то образом обезвредить мы не можем. Соответственно, какой... Соответственно, какой план? План у нас сейчас каким-то образом прорваться налево к той самой машине, которая так у нас пока и оказалась не достигнута. Налево к той самой машине. Кстати, а вот сюда мы еще тоже не ходили. Мы отсюда спрыгнули, но... Мы не знаем, чем эта дорожка заканчивается. А чем она заканчивается? А тут просто выход. Нет? Стоп. Стоп. Смотрите. Да ладно, серьезно? Ты должен забраться. Ты не хочешь забраться, да? Ты нехороший человек. Стойте. Вон бочка. Тухо. Что, просто бочка, что ли? Даже ничего не напишите? Так, друзья. А вечер перестает быть томным. Мы вообще где? Я вообще не помню, сейчас мы где. То есть мы где-то... Вот здесь сейчас выйдем. Вот здесь. Вот здесь стенка, да. И мы выйдем где-то вот здесь. Тут еще лестница. Может быть, нам туда еще надо попробовать сходить. Живо сохранись. Смешная шутка. Ну, от человека, который смотрит 12 стримов, эта шутка действительно выглядит неплохо. Срать, побежали вниз по... Срать, побежали вниз по... Стойте, а здесь Йорика, да? А здесь лежит наша подруга, да? Ну, вот она. Ей по-прежнему хреново. Так, ясно. Теперь все становится окончательно ясно. Нормально так по нам долго, да? Дед напарил с этой непонятной сущностью. Короче, друзья, валим направо. Попробуем все-таки прорваться к машине. Телефон на дистрибьюторскую бы проверить. Ну... Дистрибьюторская, где она вообще? А мы как к ней доберемся? Мы же вроде как там уже были. К телефону точно не пробраться, там дед с ружьем. Дистрибьюторская. Ну, давайте попробуем с дистрибьюторской разобраться. Вот это, вы подлянки, я вообще не ожидал. Ребята, это что такое? За что? Эта тварь нашла нашу бабу и подстрелила ее. Ну, нормально вообще, нет? Это, ну, как бы, понимаете, игра мне отомстила. Я сломал скрипт ей, она сломала скрипт мне. То есть, я начал гонять снайпера, а игра просто подстрелила персонажа беззащитного, которого мы даже никуда уволочь не можем. Короче, мы с игрой друг друга стоим, вам не кажется? Так. Ай, больно! Хватит по нам шмалять. Дистрибьюторская где-то здесь. Ну, давайте проверим. Ну, кстати, вот она. Очевидно, что она вот здесь. Вот. Вот это, друзья. Твою мать. Это контрольная панель. Кажется, она не функционирует. Это и есть дистрибьюторская. Итак, бензин, лужа, но... Ее нужно подключить к каким-то макарам. Как подключить, я тоже пока не знаю. Шлангом починишь? Неплохая идея. Давайте проверим. Починить дистрибьюторскую при помощи шланга. Хм. Ну, действительно, а куда еще его воткнуть? Я... Ух ты! Я-то думал, что его надо воткнуть... Что его надо воткнуть в лужу куда-то. А воткнуть шланг в дистрибьюторскую... Это идейка свежая. Это идейка свежая на мне. Что? Стоять, бензин. Давайте расплескаем синюю. С шлангом починить. Ну, это странно, да. С шлангом починить трова тоже какая-то идейка. Так себе. Ну, попробуй это стоит, друзья. Все равно. Чем черт не шутит? Мы же не знаем. Действительно, как переводится шланг. Так, маленькая святыня. Это вот там дальше. Починить дистрибь может не дошлано электрическим кабелем. У вас шланг. Ну, может быть, действительно это и электрический кабель. Пес его знает. Давайте проверим. А что нам? Ну, сбегать два раза. Пять верст не привжить. Тем более, герой нашей хорошей формы. Ну, и осталось одно еще необследованное место, да. Это вот та самая машина сакральная. Трисно-памятная. Куда нам нужно? Так, тут на лестницу. Кажется, да? Встаем. Ну, утруждайся. Пырёк. На лестнице куда-то, 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 куда. И первый вход. Первый вход в дистрибьюторскую. Ну, давайте пробовать, друзья. Надо все пробовать. Нет. К сожалению, шлангом починить дистрибьюторскую не получится. К нашему всеобщему, безусловно, сожалению, шлангом эта хрень не чинится. Ладно, пойдемте к машине. И сейчас не будем тратить время на что-то другое. Сейчас просто в наглую попробуем прорваться к машине. Не важно, кто там, что там. По нам стреляет, за нами охотится. Ну, слушайте, ну, дед-то, дед-то, хорош оказался. А если это дед, шахтер, почему он издает такие странные звуки? Давайте, поднялась немножко уже. Надо бежать пока целы. Попробуй проверить дверь на спуске в бочках на стене. Дверь на спуске. Нет, давайте сейчас, друзья, сейчас мой план. Сейчас идем проверять машину. То есть то, что там за ней. Потому что за ней... Да, дед смотрит на телефоны. Мы даже знаем, где он. Но прорваться к телефону мне лично не представляется возможным. По одной простой причине. Там летает тварь с ружьем. А тварь с ружьем я никак не могу подстрелить, потому что я ее даже не вижу. Но я равная гида не могу подстрелить. Слушайте, ну она достала уже, ей бог сразу. А, это дед он нам херачит, да? Это дед он нам херачит. Это не тварь. Это дед. А видит ли он нас стойки? Мне кажется, что есть другой ход просто. Есть другой ход. Давайте попробуем... В каком-то другом уходе. Да, вот отсюда. Итак, вот отсюда нас дед не видит. Просто пробуем на пофигу пробежать налево и все-таки подстрелить эту гниду. Или пройти. Блин, я боюсь, что если мы сейчас пойдем, то она нас точно спалит. Ладно, пойдем. Ну вот. Ай, больно, скотина. Дед, да успокойся ты. Ты смотри, как они классно работают друг с другом. Все, короче, друзья. Мы проверили все, что только можно здесь. И поэтому остается только бежать и упорно прорываться к этой машине. Сделайте под густой мост непроходимым. Ей бог, такая странная фраза. Пусть мы деда прогоним. Смотри-ка, дед. Дед в этот раз хорош. Телефон я не проверял, потому что не могу к нему подойти. Астер, а чем ты ее должен поджечь? Своим горящим сердцем? Друзья, вы так говорите, как будто у меня в инвентаре есть коробка спичек или зажигалка. А я упорно не хочу и пользоваться. Нет, я хочу вам сказать, что это не так. У меня нет в инвентаре зажигалки и коробки спичек. К сожалению. Так, Саник, как бы тебя выяснилось, ты не можешь целиться пистолетом по мосту. Ты можешь целиться только прямо. Понимаешь? Ты не можешь своим прицелом управлять. Не, ну это, конечно, тупая мысль. Поджечь мост выстрелом из пистолета. Я уверен, что это не так делается. Нет, это так не делается. Ребят, а я знаю, почему нужно сделать мост непроходимым. Потом нам нужно будет пугнуть деда. Он побежит. Помните, в прошлый раз он упугал по этому мосту? А мост-то будет подожжен. Да, Ленчик. Да, я только на стриме. Давай. Ну, если в Маке будешь купить что-нибудь какое-нибудь там. Ну, сап, ну, сап, ну, сап, ну, сап, да. Окей. Стой, как я пробежал. Короче, прорываться нужно от машины. Точно я вам говорю. Это последнее место, которое осталось с нами не исследовано. И судя по тому, как немножко хорошо его охраняют, это хрень. Эта хреновина, которой мы будем поджигать мост, находится именно в том районе. Сразу идем по-другому пути. Дед уже начал по нам шмандывать. Да быстрее, придурок! Ну, мы не успеваем просто, понимаете? Он по нам стреляет один раз, и мы не успеваем пройти. Беда. То есть мы не успеваем нанести второй выстрел по тварям. Может, сидя? Ну, блин. Ладно, давайте сидя попробуем. Честно говоря, мне просто. Да иди ты в жопу. Не, первый успеваю. Первый успеваю, а потом уже начинаются траблы. Нет, ну, огромный шершень, летающий с ружьем, это уже перебор, ребят. Это перебор для моей психики. Столько галлюциногенной психоделики и сюрреализма, это перебор. Я... За нами летает огромный шмель с ружьем. Ну, это, друзья, это Алис. Просто это... Девочки-улитки... Нет, девочки-улитки меня не смущают. Да. Как же пройти? А, слушайте, подождите. Я понял. Какой план сейчас? Сейчас план прорваться к той машине, за нее. Так, чтобы нас дед не обнаружил. Это единственный и самый лучший план. Другого не дано. И там найти какую-нибудь хрень. Мы потому сейчас делаем это неаккуратно, что есть версия, ну, есть вариант, что там ничего нет. Мы напрасно тратили время все это. Все эти попытки. Но, может быть, там что-то и есть, понимаете. И вот тут очень важно. Там бегает какая-то хрень, поэтому там вполне может что-то быть. Значит, давайте. Все, собрались. Сели. Посмотрели на деда. Он прямо сейчас смотрит на нас. Нам надо подождать, какая-то скотина отвернется. Тварь, которая летает, вообще ей удача. Вот он вертит своей репой. И отвернулся. И в этот момент нам нужно идти. И в этот момент у нас засекла летающая тварь. Слушайте, ну это просто какое-то издевательство. Снова дед смотрит на нас. Летающая тварь смотрит на нас. Все смотрят на нас. Здорово, Кнух. Нет, далеко не первая, не вся. Тоже второй день. Он тут смотрит на нас сейчас. И он сейчас уставился на нас. Тварь летает где-то в передов. Далее. Давай на разведку. Дед, все, давай, отворачивайся. Все, ну сейчас надо бежать. Кофе, бежать. Да пошел ты, козлина старый. Да пошел ты, козлина старый. Бежать нельзя. Бежать нельзя, надо идти. А это вообще-то такая жесть. Бежать нельзя ни в коем случае. Это как с бешеной собакой. Бежать нельзя. Побежишь, умрешь. Ох ты мой бог, а. Как же тяжело дается-то попытка. Слушайте, а может ты вообще не туда? А как туда еще пройти? Да нет, никак. Никакого другого пути туда нет. Никакого другого пути туда нет. Ладно, разбрызгиваем бензин по-фасту. Блин, я уверен, если нас так туда упорно не пускают, значит именно там-то и заключается. Слушайте. А может быть спугнуть деда сначала, а? Хотя с другой стороны тогда мы не сможем нос поджечь. Или сможем. Зато никто не спойлерит. Ну и правильно. Ну и правильно. Пока есть варианты пройти самому. Ничего спойлерить не надо. Так, ладно. Мы что-то вперлись. Ну там яма, да. Там была яма. Стойте. Там была яма. Там была яма. Это здесь. А может быть сейчас шлангом ее, а? Здесь недавно копали. Но мы ничего не можем с этим сделать. Потому что здесь недавно копали. Давайте обследуем еще здесь что-то. Что можно. Не-не, друзья. Все, конечно, здорово, но нам реально нужно в машине. Нам реально, по всей видимости, нужно в машине. Здесь один подъем. Здесь будет второй подъем. Здесь это святыня. Короче, друзья, сейчас будет предпринята новая попытка прорыва. Максимально аккуратная. Максимально аккуратная. Вот максимально аккуратная покупка прорыва к... Тварь летает. Дед отвернулся. Молском. Дед смотрит. Он ненадолго отворачивается, кстати. Тварь. А тварь летает. Давай, дед, отворачивайся. Отворачивайся. Попробуем сейчас этот шанс использовать. Он смотрит куда-то. Он смотрит куда-то. И отвернулся. Да ну нахер. Ребята, это просто нереально. Вон она! Да, он ее даже не видит. Он ее даже не видит прицелом. Я вижу, а он нет. Потому что он тупой. Слушайте, а как нам ее разнадеть? Ну, вон она висит. Муточка. Нет, ну не, ну стрекоза с ружьем, друзья. Ну это перебор. Ну правда, я не могу больше. Это театр абсурда. Он не целится в нее. Он просто прицелится прямо куда-то. Куда глаза глядят. Что делать, а? Улетай, мутка! Мутка, улетай! Куда это я развернусь? Ну, Талиск, улетай! А можно пробовать подраться разочек. Ты, ну она достала, реально, отвечаю просто. Я не могу. Что за хрень? Вон она висит. Нет, ничего не надо делать. Сделать с канистрой после разбрызгивания, ребята. Надо подстрелить эту скотину. Надо подстрелить эту скотину. Я трачу патроны. А давайте покричим. Может она у нас вылетит, а? Как-то нужно исследовать эту игру? Эй! Эй, скотина! Летит, нет? Ну, казалось бы, вот она, прямо. Но нет. Прицел на нее не наводится. Нет, прицел на нее не наводится, друзья. Вообще никак. Без вариантов. Ладно. А у нее, по-моему, нет. Нет, нет, мы не можем ее увидеть здесь. Давай, беги, беги. Да ну какого хрена? Два выстрела было по ней. Почему она не умерла? Лол. Два выстрела было по ней. Она выскочила и убила нас. Так. Друзья. Сдается мне, что это ползающая гнида. Возможно, даже бессмертно. Она нас просто туда не пускает. Может такое быть? Это же казни на снайперс. По нам сразу обстрелы бьют жесткие. Нет, 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 Астер. Мы не можем нажимать. А смысл? Мы должны что-то получить, чтобы сделать с этим действие. Что-то получить, понимаешь? Мы не можем просто бегать и на ровном месте из воздуха действие нажимать. Нам нечем поджигать, к сожалению. Просто нечем. Не, ну я, конечно, для вас попробую. Ребята, конечно, попробую. Давайте попробуем. Разгрызгать бензин. Короче, это тварина, которая там, возле моста, вылезает. Нет, нифига. Не, ну это было бы слишком просто, друзья. Может, конечно, на другом конце моста надо повнимательнее посмотреть. Тут ничего не пишется. Писалось бы, если бы необходимо было какое-то действие сделать. Что-то бы писалось, хотя бы что-то. Это мост, типа. Он огнеопасный. Смято, что дождь будет. Короче. Я сейчас начинаю немножечко... Немножечко... Беспокоиться. Вот. Самый удачный термин, который можно... Я начинаю немножко беспокоиться. Немножко беспокоиться, потому что реально складывается ощущение, будто тварь. А может быть, что-то у нас тут в описании вещей что-нибудь напишется. Пятиметровая лэнсов Рубер Хоус. Фаунтон, а маунтэнс. Хоус. Рубер Хоус. Пятиметровая. Не-не-не-не, Финочка. Спойлер никак не пускать не надо. Я доплю сам. Я доплю сам. Смотрите, у нас есть яма, в которой ничего нет. Написано, что, похоже, здесь когда-то копали. У нас есть рубильник, который тоже не включается. И мы пробовали тоже к нему шлангом там подойти, и совсем к чему угодно. Давайте еще раз перед тем, как пойдем вниз, исследуем эту местность. Вот это место. Тут недавно копали, говорит наш персонаж. Ничего с этим нельзя сделать. Никакого действия произвести нельзя. Копали и копали. Песа узнает. А может быть, если сесть перед ним, смотрите, сесть перед ним. Внимательно посмотреть. Стал сесть. И внимательно посмотреть. Не, не помогает, друзья. В доме, где в генератор бензин не заливается. С генератором ничего нельзя сделать. И кнопки на нем не нажимаются. Поэтому, господа, у меня только одна осталась догадка. Точнее, одна зацепка. Это попробовать все-таки пробежать. Пробежать к этой злополучной. Но похеру. Она стреляет, понимаете? Она просто звездилась. Беги! Она не даст нам там выйти. Она там нам выйти не отдаст. Просто не даст. Хорошо, делаем небольшую паузу. И давайте все пока подумаем. Друзья, я даже вам советую. Ну, намного интереснее. Вот те, кто сейчас борется с искушением полезть и почитать в интернете прохождение. Переборите. Давайте вместе решим эту загадку. Вот просто давайте соберемся, не полезем в интернет, а пойдем вместе все и решим. Потому что самое простое это посмотреть гайд и пройти так же. Но, честно, от этого никакого удовольствия прохождение не доставит. А вот если мы сами, сами все сделаем. Прикиньте, какими мы себя почувствуем крутунами. Поэтому давайте сейчас соберемся и подумаем, что делать. Итак, у нас есть яма, в которой копались, но с ней ничего не сделать. У нас есть мост, который надо поджечь, но нечем. У нас есть генератор, который не работает, и мы ничего не можем с ним сделать. И у нас есть щит управления, пульт, который тоже не работает. Но заработает, соответственно, от генератора. Поехали, друзья. Пока подумаем. А я сейчас вернусь. Я думаю, вместе мы что-нибудь надумаем. Я уверен, у нас все получится. У нас есть еще одна пульска. Продолжение следует... 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 сейчас идеально да хер чувствуется запах даре ай больно по нам стреляется а с телефоном не ясно давайте знаете что хорошо ладно уговорили попробуем спуститься к деду напрямую через телефон попробуем по другому проходу подойти по напротив тебя спуститься напротив телефона во первых давайте опробуем еще раз тактику я дурак пробуем тактику я дурак дед побежал а мы подвигаем к телефону напрямую и тут тоже ничего нельзя сделать классно да иди в жопу а нам по прежнему стреляют и сейчас побежит эта херня и она убивает нас первого удара с первого удара еще раз давайте попробуем на дурака дурака у нас получается лучше мы прямиком гуляем к этой машине все дед побежал да деда мы конечно спугнули но пройти к машине по-прежнему нельзя ладно в другой план да ладно ну хватит ну ты че издеваешься я уже ушел от тебя и на эту тварь не наводится прицел мы не можем ее убить машина никаким боком та блин вы достали серьезно алё понял леночи пара бутылок воды можешь купить негазированные поторожи спасибо пистоли веревки моста да нет ребят это не та игра здесь другая логика другой концепт силовый кабель болтается но не под напряжением нам нужно включить генератор ну хорошо ребят давайте попробуем исследовать еще раз гребаный завод будто не ладим давайте попробуем вот здесь в дистрибьюторской так называемой этот щиток который не включается по ну твань мы подстрелились с первого раза хорошо довольно давайте попробуем плотнее исследовать завод давайте давайте ребята плотнее исследовать завод, плотнее еще тщательнее еще внимательнее вот тут какой-то какой-то генератор его надо запустить однозначно вопрос в том как мы ничего не можем с ним сделать вот аккумулятор ну мать его, видите, мы тоже не можем его взять это печь в ней нет топлива слушайте, блин ребят, как же тупо господи друзья, вы сейчас охренеете от простой, как я не знаю что логике ну конечно боже, это же очевидно это же мать вашу очевидно вы уже поняли? нет? вы еще не поняли? господи а теперь внимание а теперь внимание друзья есть два предмета в игре их нужно просто заставить взаимодействовать взаимодействовать нет нет я думал из шланга бензин набрать но нет лол ну блин я думал из шланга набрать бензин ну нет мы не сдаемся мы не разбрызгиваем бензин мы не разбрызгиваем бензин мы его не разбрызгиваем сейчас внимание мы будем сейчас искать возможность набрать бензин в бочку нахрен все зажги в печке шланг нет мы должны каким-то макаром набрать из этой канистры бензин как набрать бензин это пока вопрос но мы решим его мы решим его очевидно что есть на этом заводе какая-то емкость куда нужно набрать бензин потому что если ее нет то игра невероятно тупа пойдемте с шлангом ко всем предметам не разбрызгивай не разбрызгивай бензин не разбрызгивай внимание спокуха братцы спокуха спокуха нет мяч нет так спокойно по поводу этого аккумулятора вообще ничего не пишут просто как будто его и нет бензин бензин канистре разбрызгивай да ладно бензин канистре не может быть нет нет не падай ну пожалуйста ну нет я не это хотел я хочу к выжиму я снова хочу к выжиму вон еще бочки давай ты должен залезть мужик ну давай ты же умеешь карабкаться я знаю смотрите вон какой-то экскавадор как к нему попасть а здесь ничего да вот я туда хочу я хочу макаром пролезть вот туда так кстати давайте еще раз попробуем шланг на лыжу шланг на лыжу раз уж не здесь нет ладно ай больно не 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 ребят это и есть таймон таки лучше день 2 18 00 второе задание день 2 18 00 второе задание стоп таймон таки лучше день 2 18 00 а тут ничего нет день 2 18 00 задание 2 а его тут нет ха 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 окей ладно нет да дубь твою мать чтоб тебя дрючили 15 армян хватит прыгать туда друзья ну что очевидно что нам нужно все таки валить к машине ну там макаром мне генератор который генератор который шо выходи сюда выходи сюда ты хочешь? ты хочешь Что? Что? А, понятно. Почему я не хотел развезли? Да. Так, мы разбрызгали бензин. У нас есть шланг. Пиос его знает, что делать дальше. Что делать дальше? Что делать? Что? Нет, тут решительно ничего нельзя сделать с этим мостом. Ладно. Мы бежим снова к этому злосчастному месту. Мы только что убедились в том, что, друзья, к сожалению, нам нужно только проверить одно место с этой машиной. Больше вариантов просто нет. Понимаете, просто нет больше других вариантов. Здесь яма, блин. Классно, что здесь копали недавно. Но нам это лично не дает. Заходили на дорогу. Здорово. Ну вот, где-то сейчас смотрит. Нет, 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 нет. Ну, сварка летела сюда. Ну, мы не знаем. Давайте так. А, оно нас спалило. А, оно снова спалило, ребята. Это просто праздник какой-то. Тебя уже почти не видно. Сейчас включу свет. Сейчас включу свет. Окей. По идее, надо что-то сделать с той стороны моста, где канистра. С той стороны моста, где канистра, по идее надо что-то сделать. По идее, да. Но нам нечего там делать, вообще нечего. Понимаете? Я бы с радостью что-то там сделал, но делать там вообще нечего. Тетку шлангом перевязать. Слушай, вот этого мы еще не пробовали. А вот этого мы еще не пробовали. А, здесь надо. Просто не дадут. Хорошо, насчет тетки и шланга, да это мысль. Это мысль насчет тетки и шланги. Может найти сможет. И у нее, кажется, зажигалка. А, ребята. Да, девушек мы шлангом еще не связываем. Хорошая мысль. Я бы сказал, это последняя мысль, которая осталась в этой игре. Перевязать тетку шлангом. Все, на этом, друзья, мысли заканчиваются. Здесь точно ничего нет. А, вот, смотрите, вот он этот кран или что-то такое. Нет, тут ничего, да. К сожалению, тоже ничего. Мост разваленный и подняться не можем. Ладно, перевязать тетку шлангом, это просто, знаете, это гениально. Ну да, женщины и шланги. Ну, дей богу, я бы до такого сам не догадался. Это уже вышина их. Вышина их возможностей. А, В. Нас пропустили спокойно. Ну, нет. Ну, плиз. Ну, дай, я перевяжу тебя. Ну, дай, я перевяжу. Ну, дай, я перевяжу. Нет, не хочется, чтобы мне перевязано. Нет, не хочется. Какая беда. А зачем в ларек гонять? У меня живя с собой, наверное. К сожалению, мало поможет. Может, что-то где-то здесь есть, а? Может, какая-нибудь травушка-муравушка, которая поможет ей встать. А, не сдохла еще? По-моему, близка к этому. Ты знаешь, что надо делать? Ну, расскажи свою версию. Пожалуйста. Друзья, ну, правда, у меня осталась только одна. Один вариант. Это обижать в той машине. Дей богу, я больше не вижу здесь вообще ничего. Мы можем, конечно, с дедом поиграться, телефонным автоматом, но... Мы, кстати, можем, попробуем, да? Попробуем. Сейчас в первом же проходе, побежать направо. Вот здесь. А, куда здесь? Мы здесь и были. За машину прорывайся. Ну, блин, легко сказать. Похер, побежал. Ребят, короче, проблема в том, что эта тварь не умирает с двух выстрелов, а больше двух выстрелов мы сделать ей не можем. А, попробовать не стрелять в тетку и пробежать мимо нее. Это мой вариант, кстати. Слушай, давайте попробуем. Во-первых, тетка ваншотает, да. Как вы заметили, она ваншотает нас. А во-вторых, она не умирает с двух выстрелов, как все остальные скриптовые персонажи в этой игре. И это нас просто убивает. Хорошо, пробуем знать, что сделать. Правильная мысль тоже. Это прорваться, а за нее не стреляем. Вот уже почти два часа мы пытаемся осилить эту миссию, но она действительно оказалась в миссии второго дня. Угольки все круто, ребят. Возле машины забейте, ничего сделать нельзя. Но запах Гарри чувствуется. И чувствуется, что именно там находится наш предмет необходимый. Вместе с запахом Гарри. Короче. Короче. Пробуем, пробуем. Пробежать за тетку. Не стреляя в нее. Запах грязного Гарри. Чувствуется возле машины. Хорошо, значит мы бежим. И пробуем пробежать эту тетку, чтобы она не успела дать нам автоатаку. Набрали хорошую скорость. И на посрать просто отправляемся с нее. Ну вот это вот очень было плохо. Не, 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 ребят. Она нас просто ваншотает. Из-за нее пробежать очень тяжело. Ох ты, господи, а. Сделай подвесной мост, не проходи. Мы его обнили бензином, ребят. Очевидно, что его надо... Нет, конечно, эта игра может делать все, что угодно. Она может троллить, как хочет. И действительно вполне может встаться, что... Вместо того, чтобы... Скотина побежал. Пожалуйста, только не утыкайся сейчас в препятствии. Да бляха-муха! Нет. Может быть, вместо того, чтобы его поджигать, его реально можно перерубить. Я не удивлюсь, потому что эта игра может троллить, как угодно. Не поймаешь, пули не ваншотает? Бери подсказку зала. Нет, ребят, а что тут подсказывать? Тут же реально всего лишь несколько предметов есть. Не останавливайся, Сискофина, не останавливайся. Не останавливайся. Неа! Неа, ребят, она ваншотает в любом случае. Мы только что проверили. Мы сейчас не словили выстрела, но она нас ваншотнула. Саманта! Быстро, прекрати. Мы тебе только с мостом поможем. Да, все. Я думаю тоже, что она бессмертна. Забыли про тетку. Но реально, туда никак не пройти. Сделай подвесной мост непроходимый. Профессор! Она бессмертна, к тому же, походу, вообще не получает урона. Ладно. Все-таки пробуем с мостом. Пробуем с мостом, ребят. Ах ты, господи, боже ты мой. Куда я прибежал-то, а? Зачем я сюда прибежал? Ай-яй-яй! Что за путь? Ладно, окей. Тыкай по всему мосту. Хорошо. Хорошо. Значит, мы сейчас обливаем и тыкаем по всему мосту. Договорились. Все, друзья. Давайте пробуем каждый квадратный сантиметр этого долбучего моста обтыкать. Должен же он как-то поджечься. Лоу. Вот это тварь! Вот это тварь! Смертно! Кабель, наверное, шланг пытался использовать. Кабель, наверное, шланг пытался туда. У нас нет другого. Хорошо. Может быть, действительно, решение проще, чем мы его себе воображаем. Разбрызгали бензин. Да, ты ведь сегодня подстрелил летающих? Нет, не подстреливал. Во-первых, отойди с ним, который мы сегодня проходим. Во-вторых, нет, не подстреливал. Ладно. Нет, 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 скай, нет. Эта фигня служа не сработает, точно не говорю. Исследуем каждый сантиметр этого долбучего моста. Я беспрерывно нажму кнопку «Грестик», чтобы типа он где-то что-то обнаружил. В канистру нельзя стрельнуть, нельзя целиться где-то. Какой смысл стрелять в канистру, если мы все равно из него весь бензин вылигаем. Давайте сначала веревку заберем. А потом будем, как дураки, бегать и тыкать кнопки с треугольниками. Да, давайте сначала веревку заберем. Ой. Ой. Ох. На перилах мы стали жизнь-изжигалкой. Ты серьезно? Что? Планки пропитались бензином. Нет, ничего. Ничего нельзя с этим сделать. Ну да, планки пропитались бензином. Ладно, ладно, ребят. Сейчас уделим. Сейчас мы этот мост обойдем вот и до. Может где-то в кустах она валяется? Стрим лагает, что-то не дропы сейчас чекаем. Дропов 0. Стрим лагает. Стрим лагает. Субтитры делал DimaTorzok Цель видел? Нет, не видел. А что такое? Что за цель? Какая цель, ребят? Загнать где-то на мост. Победи снайпера. Ну ясно. Вообще-то скотина огребет. Субтитры делал DimaTorzok Ладно. Ёпс, туда и блин. Ну ладно, поехали убивать деда. Что еще нам делать-то? Может что-то хрень привлечет. Пчелу летает еще с пистолетом. Ну держись, дед. А вон она над нами прям, над нами прям, над нами, ребят. Над нами, над нами, над нами летает. Виляем! 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 Уходим налево! Уходим налево! Дед побежал туда! Бляха-муха! Беги! Тупая скотина! У меня палец задемел! Давай-давай, ребят! Давай-давай, на мост! Где-то там, я уверен. Где-то там. Мы фуловим. Где-то там. Просто его бежим. Стой! Диман! Тиман? Тимати? Что-что? Ну, хоть шланг взяли. Тиман? Тиман, короче, ребят. Это был Тиман. И здорово, что последние слова деда оказались именно этими. Ну что, нас ждет продолжение банкета. Почему ты убил деда? Ну, я не знаю. Так надо было. Нам сказали убить. Мы убили. Мы же люди подневольные. Солдаты удачи. Так, Йорика Анна. Сейчас посмотрим фильм. Без спойлеров, заметь. Да, спасибо большое, ребят, что без спойлеров. Я вам очень благодарен. Ценю. Профессор. Я... Я не могу. Чё не можешь? Поднять ногу? А? А? Что... Что не могу? Ты давай, смоги. О! Пацан треп подрулил. Смотрите, какой шкеп нарисовался. Не сотряешь. И сдох рядом с ней. Игра, закончись, пожалуйста. Я прошу тебя. Смотрите, они все собираются в одном месте. И наш самурай. Пока неизвестный. Хотите сохранить? Конечно, хотим. Они все собрались в одном месте. Слушайте, прям как на Майдане. Э, ладно, забыли. Так. Туда бы гранату сейчас. Продолжит. Продолжит. Мы не будем выбирать этап. Хотя... Хотя у нас какой-то... Ниакамияма. Сейчас будет цель 2. Должна быть вторая цель миссии. Должна быть. Наоко ми хама. Опять наша старая добрая знакомая. Боже, опять эта школа. Нет! Ой, господи. Да опять. Ну, ёлла Павла. Сейчас будет вторая. Сейчас будет вторая, друзья, цель. Но, может быть, нам не придется проходить все. Достал уже. Так, ладно. Да, я же помню, там очень тяжело. Там летающие колтуны. Там чудеса. Там леший бродит. Цель миссии. Побег из школы. Да нет, ребят. Цель миссии должна быть вторая. Вы что, прикалываетесь? Какого хрена? Какого хрена? Мы перейдем в навигатор. Задание 1 окончено и идет игра. Задания 2 вообще нет. А ну-ка, давайте вернемся как к господину Тайммону Токиучи. День 2, 18.00. Так, а может быть здесь сразу миссия 2 появится? Ну-ка, ну-ка. Подождите, ребят, подождите. Сейчас все будет. Короче, вполне возможно, что сейчас появится миссия 2. Прямо здесь, прямо сейчас. Потому что у той тетки не появилась вторая миссия. Да, зарубили самую адекватную из персонажей. Жалко деда, согласен. Помните, мы уже с таким сталкивались, когда за доктора в белом халате прошли миссию. А потом сразу же появилась... Ну, то есть у нас куда-то в другую миссию кинуло. И тут неожиданно выяснилось, что нужно... Ну, момент истины. Нет, друзья. В навигатор. Идем в навигатор. Ну что, пришло время еще раз побродить по всем миссиям. Где-то должна появиться цель 2. Так, наука Михама. Здесь у нее только... Да, ну вот это... Ячейка. Но у нас здесь не появилась вторая цель. Ты постоянно играешь первый этап, а о чем ты? В смысле? Так, здесь нельзя смотреть еще. Играя за тех, кого в ролике показывали. Да пофигу, сейчас просто пойдем по... По всем персонажам. У кого-то что-то открылось. Я уверен. Давайте начнем с кои-суда. Поехали. Первый кои-суда. Там, где появилась вторая цель, вторая миссия, там и будем выполнять. Можешь раз объяснить сюжет, что происходит, куда чубрики, почему деда убили? Ну почему у нас деда убивают обычно? Старый, квартира у него... Черные риэлторы подъехали, замочили. Как-то так. Там, когда выбирал, было что-то про другой этап написано в миссиях двухцветных. Не было где. Что было про другой этап написано? Понял, когда ты первый раз тыкаешь на прямоугольник, есть четыре опции. Первая миссия, вторая миссия, а просто старт миссии и отмена выбора этого прямоугольника. Ладно, сейчас проверим. Сейчас везде все тыкнем. Что-то где туда выберется. Нет, здесь миссия два не появилась. Здесь миссия два не появилась. Хорошо, навигатор. Ты вот это имеешь в виду? Тролль, а теперь можешь как-то адекватно мне объяснить, что ты имеешь в виду? Здесь, например, нет второй миссии. И жмакая на нее следующий этап замена. Вот это ты имеешь в виду? То есть нам нужно нажать на следующий этап замена. То есть в тех двухцветных прямоугольничках, где появились красные полоски. Например, здесь. А куда ведет следующий этап? Давайте ткнем. Вот, например, здесь. Следующий этап замена. Ну, давайте ткнем. И все, мы не можем... Схема старта из этапа. Нет, мы не можем ее выбрать. Дорогой тролль, как ты видишь, мы не можем выбирать эти миссии. То есть мы нажали на красную эту хрень, следующий этап замена. Но, к сожалению, ведет она в миссию, которая у нас еще не разлочена. Вообще за навигацию в этой игре нужно Нобелевскую премию давать создателям. Ля-ля-ля. Стартуй светло-синий прямоуголь. Да нельзя его стартовать, чувак. Ты что, прикалываешься? Ну, на стартуй. На стартуй. Каким образом? С бубном станцевать? Не стартуется он. Так я это и делал, Сибериан бой. Я исследовал прямоугольники, чтобы проверить, где появилась вторая миссия. Нарисовался тролль в чате, который написал, что я тупой и ничего не понимаю. Что есть красная полосочка. Я нажал на красную полосочку, а она никуда не привела. Тролль молчит. Ничего не понимаю. Как быть вообще? Как быть? Что делать? Тролль молчит. То есть он как бы... Что это было? Вбросил пацан. Это они. И... Теперь молчит. Конечно, так, Саник. Там не все выполнено. Но цель миссии... Все, нет у нас, понимаете? Нету второй миссии. Нету. У нас нету второй миссии. Все круто, конечно. Но мы это уже делали. Все. А второй миссии у нас не появилось. Понимаете, друзья? Вот если бы вторая миссия появилась, тогда бы мы ее выполнили. А поскольку ее нет, то мы ее не можем выполнить. Вообще никак. Так. Давайте дальше исследовать. Посмотри на это. О боже. Блин. Я смотрел ее. Блин. Так. Но запомните, что Таймонд так и лучше. Это вот этот товарищ с поджженным мостом. То есть я что сейчас пытаюсь сделать? Я пытаюсь сейчас последовательно, систематично выбрать из двухцветных прямоугольников тот, где и появляется вторая миссия. Тролль, зачем писать всякую ахинею? Ты, если хочешь дать совет, давай совет. Если тебе нечего сказать, то тогда не пиши ничего, пожалуйста. Потому что все, что пока ты сказал, это необоснованная критика, основанная на том, что ты сам не понимаешь, что делать. Мне тоже не нравится все проходить по второму разу. Что теперь? Конкретное предложение есть? Конкретное предложение. Нужно сделать вот так-то, вот так-то. Если нет, молчи. Если есть, давай. Был прямоугольник с красной линией двухцветной. Го туда. Мы ходили туда. Он ведет на миссию, которая не открывается. Ребят, вы как-то невнимательно смотрите, ей-богу. Мы туда ходили. Он ведет на миссию, которая не открывается. Товарищ Тролль учил навигации, а не вел к нужной миссии. Ну, если товарищ Тролль сразу приведет нас к нужной миссии, то это будет гораздо полезнее, чем тонна его словесного, вокабулярного... Море. Ну, вы поняли, да? Чем тонна словесного поноса ни о чем. Вот пускай лучше напишет один раз. Баневур, бери тот, а иди тот туда-то по навигации. Чем писать, о, Баневур, когда ты разберешься, я уже думал, что ты не разберешься, а ты так и не разобрался. А я уже полгода жду, что ты разберешься, а ты не разобрался. Это ни к чему не приведет, это неконструктивно. Акира Шемура, первый день 16.00. Ну, попробуем, сейчас попробуем. Почему ты ждешь, Либи? Нет, здесь тоже, к сожалению, не открывается вторая миссия. А нам нужно Акира Шемура, первый день 16.00. Смотрите, следующий этап не стартуется, видите, не стартуется. Идем сюда, видите, не стартуется. Значит, соответственно, схема старта из этапа. И надеяться, что здесь есть вторая миссия. Нам нужна вторая миссия, ее нет пока. Ты меня вызывал. О, дед жив, смотрите, ребят. Чтобы открывать новые миссии... Помогите, оставьте меня в покое. Это было уже тоже, да. Чтобы открывать новые миссии, нужно выполнять определенные условия на предыдущих миссиях. На какой миссии находятся условия, можно смотреть через линк-навигатор. Классно. Как? Раз. Во! Во! Вот это вот другой вопрос, ребята. Понимаете? Вот это вторая миссия, она открылась. И вот это вот нам нужно делать. Описать всякую фигню про то, что там нужно открывать какие-то миссии через линк-навигатор. Так, Саник, механика в чем? Я и так, я не дурак. Я понимаю, чтобы открывались новые миссии, нужно выполнять определенные условия на предыдущих. Это я сам понимаю. А вот как именно смотреть, на какой миссии находятся условия, ты мне так и не сказал. Короче. Достичь дороги в Хиронацука с Йорико-Анно за 1 минуту 55 секунд. Вот это уже интересно. Так. Хиронацуки. Вот здесь. Давайте вспомним. Так, в принципе, можно очень быстро это сделать. То есть мы ее спасаем, поднимаемся наверх и бежим, ну если там нет снайперов. Ладно, что, минута 55 секунд. Эй, классная игра Теперь эту дуру же нужно еще Блин, эту дуру нужно еще найти Господи Тут надо бежать, ребят Тут надо бежать Там по ней уже шмаляет Господи Фаттаймер есть, да Слава богу, создателям игры они фаттаймер запилили Мы бежим тупо к Йорико, тупо Минута 55 Я не знаю, как я это буду делать, господи Во-первых, друзья, нужно найти самый короткий путь Да хватит, придурок В общем, дяд жив, как видите, да Такая вот случилась Ух, слава богу, обычный человек Я потеряла где-то свой тюнический билет И когда его искала, на меня напали Огромное вам спасибо Давай, 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 за мной За мной, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной Ай, больно Больно Дядя, дядя Так, друзья, вот это уже реально тяжело Одна минута 55 секунд Представляете, какая-то жопа Короче, смотрите Нам нужно спуститься Мы сделали, наверное, какой-то лишний крюк Нам нужно вот сюда вот спуститься Вот так пробежать Вот так, вот так и вот так По мосту и пробежать Привет, парень, который торчит мне партию в шахматы Привет, хамбо У нас тут самая сложная игра современности Ей-богу Самая сложная игра современности у нас тут Окей Ладно, вперед Короче, давайте сначала поймем Какой самый короткий путь К этой дуре Ну, во-первых То, что нам нужно ее защитить Это понятно Тут мы ничего не можем сделать Тут нам надо стрелять А вот дальше Нам нужно понять Какой самый короткий путь туда Сирен играешь Ты же уже проходил ее Я оставлю это без комментариев А тут снайпер активизировался Друзья Ай, мать твою Я не туда забежал Я не туда забежал Ребят Блин, я не туда забежал Нет, я пошел не по той дороге Стоп Нам нужно найти ту дорогу Ну, за минуту 55, ребят Это нереально Это просто нереально Господи Это просто нереально А давайте вот так сделаем Успеем мы спуститься к лестнице Чтобы ее не убили Может, мы ее сразу тут перехватим Где? Ну ее же здесь же били Ладно, нет, это плохая идея Я запереду на сколько ты это проделешь Я не знаю Одна минута Слушайте, одна минута 55 секунд Это очень мало Правда, друзья Это очень мало Это прям как-то дико мало Это слишком мало И правда, ребят И снайпер начал шмалять Вы видите, что творится Еще этот старый кретин Очень долго поднимается Очень Вот Вот, типа, правильный путь Не-не-не Я уже пробовал Блин, я только Устроим здесь нахер ядерную войну Ай, больно Снайпер, нет Слушайте Ну это реально проблема Половина времени Вы представляете Насколько быстро нам нужно пробежать? Да-да Игра знатно Над нами издевается Это просто истязание Она еще ржет Над нами, понимаете Она еще и ржет Над нами И вот смотрите 20-25 секунд Мы только тратим на то Чтобы Два снайпера Два снайпера на крыше Ладно, сейчас После этой попытки Сейчас мы пробуем Какой-то прямой путь найти Да Так Тут по нам начали долбить, да? Нет Да нет, ребят Ну это нереально Просто нереально Ох, слава богу Обычный человек Я потеряла где-то Свой ученический билет И когда его искала На меня напали Огромное вам спасибо Беги-беги-беги-беги-беги Йорика, беги Давай, спускайся Да ты что делаешь Дебил Куда ты пошел О боже Но за минуту 55 мы это не сделаем Ребят, это точно Это какой-то неправильный маршрут Это какая-то неправильная Смотрите Она сидит здесь Нам нужно сюда Мы с башни Нет, мы бежим неправильно Мы надо с башней бежать вот сюда Вот Мы бежим сейчас как-то типа Вот сюда Спускаемся И бежим вот таким макаром А нам нужно либо Нам нужно по прямой бежать Короче Единственное слово Это бежать по прямой То есть башни спустились Между зданиями Между зданиями Не, мне кажется Минута 55 Ну мы даже не пробовали ни разу Но мне кажется Что все-таки Минута 55 Это правильная Вряд ли Правильная версия Вряд ли 15 минут За 15 минут Я успею Зайца курить Научить Очень долго Старая скотина Так Сейчас пробуем Сразу налево бежать Вот сюда Нам нужно бежать Вот Да, ребят Это самый короткий путь Там товарищ Перезаряжается Ох, слава богу Обычный человек Я потеряла где-то Свой ученический билет И когда его искала На меня напали Огромное вам спасибо Ну спустись ты Сука Я надеюсь Она бежит за нами Потому что если бежит То мы прошли игру Прошли эту миссию Даже быстрее Чем ожидалось Да нет Серьезно Еще и с этим снайпером Делайте что хотите Но не стреляйте Это Unreal Просто Unreal Ну а система понятна В принципе это реально То есть мы должны бежать По прямой Подниматься по дорожке Все хорошо Все хорошо Сейчас сделаем Ну вот то что на нас Набросилась еще какая-то Скотина Это вот неприятно И нужно перезарядиться Ребят Да нет Мы сможем Мы сможем Ну сейчас просто нужно Все свое Напрячь все свое Воображение Все свои Нервные мышцы Все внимание И концентрация Он не будет стрелять Он просто сказал Бежит Скотина Нет это реально Это реально Все нормально Бежать зигзагами Окей Нам Нужно бежать Не по прямой А исключительно зигзагами И по сути Перезаряжаться Не надо Нам нужно сделать Два Один даже Точный выстрел Один Один точный выстрел Сделать Нереально Дедуль Пожалуйста Ты можешь быстрее Я очень прошу Надо бежать Без перезарядки Согласен Никуда не врезаться Да нет он стреляет Ребят А нет Я потеряла Где-то свой ученический билет И когда его искала На меня напали А вот здесь мы внизу Не можем спуститься Никак Никак не можем Нет Куда А вот здесь она бежит Занатом Очень Да Хорошо Ладно Значит Спускаться нужно По дорожке По дорожке Обязательно Не нужно прыгать вниз Надо спускаться По дорожке Но самое Самое сложное Это конечно Будет Эту фишку С отвлечением Замутить Как отвлечь Отлечь этого Шлеп могу Я не знаю Ну в смысле Я знаю Как это все реализовать Так Ни в коем случае Не перезаряжаемся Не 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 Убей бабку И спрыгивай Плохая тема КВ Мы будем Мы будем целиться Полторы Жизни своих Нужно просто пробежать Вы видели что Один раз мы пробежали Значит можем пробежать еще На бабку слишком много времени Пратим Слишком много И вилять Ну нормально ребят Классно Молодцы Так Может быть бежать Может быть Может быть бежать вдоль стены Может быть бежать вдоль стены Друзья Бежать вдоль стены Ну нормально нам так устроили Конечно Испытанницы Так Блин нам там нужно было правильно встать И прицелиться Конечно прицелиться И встать А мы как дураки Нам нужно было прицелиться Только потом ее отправить На побегнички Этот бы чувак вышел Мы было загуфали А мы даже прицелиться нормально Не успели Берем берем Ближе к стене Дедушка пожалуйста Было очень больно Ну вы понимаете Что времени перестреливаться Просто нет Просто нет Времени перестреливаться С ними просто нет Нам нужно валить Блин я думал Все будет проще Не думал Что в меня будут Так активно Ах ты Господи боже Ты мой Вилять фигня Все В прошлом раз как-то бежали И все было норм Там чувак тратит патроны Игра поняла Что проходишь легко И начала стрять Видимо придется валить снайпер По крайней мере второго Сможем ли мы в таком случае Каким-то макаром достичь Цели за 1 минуту 55 секунд Я не знаю Ладно Русские не сдаются Хорошо Ну это самый короткий путь Друзья Вы понимаете Что если мы побежим Какой-то другой дорогой Мы просто не успеем До скольки будешь стримить Успею макар сходить Не знаю Пока не бомбанет Тщательно Вы видели Как же мы были близки Во второй попытке Уже во второй И в третьей попытке Мы были близки Как никогда И снайперы по нам Не стреляли И мир был Красив И светел О, я сейчас промазывал На что рассчитывать Я не знаю Слава богу Обычный человек По дорожке Я потеряла где-то Свой ученический билет И когда его искала На меня напали Огромное вам спасибо Надеется, что она пробежит Ну ты козел старый Давай Слава богу Что справа никого нет По-другому никак Ребят Только таким образом И все остальное время Все остальное время Нужно успеть Прицелиться Делайте что хотите Но не стреляйте в меня Да ладно Серьезно Да я твой Я твой браузер Я твой браузер Шатал Давай дед Давай 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 Прошу тебя Давай Сука Больно мне физически Господи Ох Ты меня вызывал. Ты меня вызывал. Короче, валим сначала этого логопеда, потом разворачиваемся. Этот чувак за ней выбегает. Сразу идем сюда и бежим. Все нормально. Все нормально. И, короче, нам нужно какое-то время ждать, пока снайпер промажет. Видите, когда он промахивается, у нас все получается. К какому скрипту бежать, чтобы он промахнулся, я ей-богу не знаю. Козел ты, скотина, старый. У меня палец вскочил просто с аналога. Очень неудобно аналогами бегать, если честно. Надо протереть его, что ли. Пройти можно, но тютелька в тютельку идет. То есть нужно настолько идеально все сделать. Я не знаю, как он промахнулся. Просто придурок. Ох, слава богу, обычный человек. Я потеряла где-то свой ученический билет, и когда его искала, на меня напали. Огромное вам спасибо. Японцы вычислили минимальное время прохождения и запилили это в игру. Куда? Да. Причем, видимо, проходила машина-биоробот, который вообще не ошибается никогда. Сука, столб! Я уже не успею. Я уже не успею. Делайте, что хотите, но не стреляйте в меня. Ты че, ты че, ты че, скотина? 52, 53. Король! Царюга! Царюга! Зовите меня король Аськи с этого момента. Минута 54. Усритесь, японцы, усритесь! Фуф! Сейчас не хватало, чтобы еще свет отрубили в доме. И в эту секунду как раз я остался без него. Ребята, это было очень волнительно. Робот-кран Айвер МГТ. Вот ты просто попробуй сам, чувак. Попробуй. Потом уже называй меня краном. Попробуй пробежать в игре, в которой миллиметр от поления от маршрута обеспечивает тебе пулю в лапе. Иси, Юмигари. Они уже не люди. Юмигари? Они уже не люди. Юмигари. Здесь это особый обычай. Крестьяне в горах какие-то не могли понять, что за силой мы обладаем. Теперь я понимаю. Все кончено. Я убираюсь отсюда. Пока я сам еще не превратился в монстра. Какой вот способ уйти, да? Слушайте, лучше бы этот способ продемонстрировал Ельцин в своем заметном выступлении. Я устал, я ухожу. Представляете, в обращении к стране я устал, я ухожу. Сколько бы лайков собрал. Добавленный архив. Неплохо так убрался, да. Мне тоже понравилось. Ушел по-английски, я бы сказал. А давайте сделаем... Друзья, давайте сделаем фото-конкурс «Повтори лицо героини прошлого сюжета». Давайте сделаем конкурс. Где-нибудь ВКонтакте, брать на Магут Геймерс. Вы фотографируете свой фейс с таким же выражением. Загружаете его в нашу тему, которую мы создадим. И что-нибудь выиграете, если победите. Давайте подумаем, какой может быть приз. Момент на стриме отражен. Можно спокойно стопнуть. Посмотреть на это лицо внимательно. Попробовать повторить это лицо. Есть косплей, а у нас будет фейсплей. У нас будет фейсплей, друзья. Давайте договоримся. По-моему, прикольная мысль. Как там вот так? Нет, у меня не получится. Надо смотреть. Надо смотреть. Только Тамока Маеда. Ну, та славная знаменитая Тамока. Тамока! Вот это вот. И снова это место, друзья. В 80-е раз мы... Да, это... Мамочка! Женщина. Я боюсь! В красном спортивном костюме. Неоднократно умиравшая уже, кстати, в этой игре. Цель миссии. Побег из Хиранацука. А давайте пойдем в навигатор сходим. Мне просто интересно. Тамока Маеда. Да, это новое задание, друзья. Открылось новое задание. Абсолютно новое, свежее задание для Тамока. Прикольно. Прикольно. Ну, давайте, пойдем. Че там цель миссии? Побег из Хиранацука. И надо сесть в патрульную машину, если я не ошибаюсь. Да, оружия у нас никакого нет. Давайте посмотрим, че здесь. Из-за небрежности он стал ветким. Вряд ли здесь что-нибудь полезное. Да нет, было. Было. Там сбоку можно было пролезть. Я точно помню. Вот. Сели. Отлично, ребят. Пыльный старый свиток добавлен в архив. Супер. Достали пыльный свиток. Мы-то думали, что это что-то такое интересное. Но нет. Слушайте, я продолжаю сейчас. Я продолжаю сейчас на скорость это делать по инерции прошлой миссии. Надо просто успокоиться, выдохнуть и исследовать локацию. Значит, патрульная машина. Мы знаем, где из-за небрежности он стал ветким. Бла-бла-бла. Точно ничего. Точно ничего. Давайте посмотрим карту. Сейчас бы за 1,55. Не переживайте, еще будет. Будет, я уверен. Где патрульная машина? Патрульная машина. Так, где мы? Мы в доме. Патрульная машина прямо перед нами. Вот она. Но проблема в том, что вот здесь вот сидит какая-то подпаскуда. И пробежать нам не получится. Хотя, давайте посмотрим. Да, тут что-то народа. Народа что-то многовато, да? Так, это мы сами. Отлично. Там у нас еще туда сверху сходят. Нормально вообще? Ну супер вообще. И так, что мы можем прощаться. А-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. да ребят у нас проблема у нас нет оружия а патрульная машина так близко но я уверен что мы здесь ее не обойдем кстати надо позвонить звонок хочу выбросить монеты позвонить звонок давайте сначала обследуем местность может там там что-то еще сзади была какая-то дверь блока то дверь да по-прежнему мы не можем и 3 там над нами кота сидит скотина короче да есть проблемы есть проблемы значит рассыпать монеты какие-то позвонить звонок но мы явно должны привлечь внимание множество из дворей а потом свалить ради выбросим монеты крыток крытокоробка пожертвовать не при помощи ключ коробки пожертвования монеты вытряхнуты а чё брать монету никак не не а внутри монеток бери а понял понял они начнут собирать монеты лол а нам нужно валить ну что ждем ноль реакции вообще ноль реакции а лол и вообще пофигу на это ладно наша догадка не оправдалась мы точно знаем где подводная машина так он начал собирать монеты что вообще происходит мы пытаемся так друзья есть идея есть идея просто пробежать селе я ее шинки я ее я да ребят для да ну давай иди Он поднимается, он поднимается и сейчас тоже уйдет. Не-не-не-не-не-не-не, дядя! Ну что ты такой, такой ты не очень. Там уже монеты были. Побежали. Побежали. У нас на пираме мимо всех на свете. Здрасте! Да, не повезло. Не повезло, не знаю. А давайте нам пофиг пробежим. Мимо сферого яблока луны. А, тут нет выхода. А, классно как. Мимо черного яблока закат. А, как нам пройти? Облака... А, что ты не запрыгиваешь? Запрыгнуть тоже нельзя. Ну, вообще клево. Что, Бонич, давай, найди у себя яйца и пройди там. Я не знаю, на какой монеты, если они и так ущербные. Ха-ха-ха-ха-ха. Налево к патрульной машине сразу. Ты чё, тупица, давай. Сядьте в машину. Сели. Уйти из цели. Завести двигатель. Да ты чё, издеваешься? Ну, а зачем нам тогда в машину было? Может, закрой дверь сначала? Закрой дверь, тупица. Не выходи, ты чё творишь? Ну, класс. И чё делать? И что нам делать, ребят? А куда валить-то? А-а-а, я понял. Нам нужно сделать круг. И сейчас придурки побегут к машине. Сто процентов. В Хайрадоре? Да, это хорошая мысль. В Хайрадоре свалить. Так, сейчас, секунду. Я бы тоже свалил. Алло. Да, здрасте. У меня нет времени, извините. Завтра позвоните. Так, ну что, я понял, что надо делать. Не знаю, как вы, а я всё понял. Есть там чё? Да нет, зачем чё-то искать, ребят? Сказано свалить. Валю. Всё, о чём мы думаем? Да валим ещё. Хорошо, спасибо очень большое. Сказано валить. Валю. Да нет, ну ты серьёзно, дядя? Да, я чё-то не туда куда-то пошёл. А, что я делаю? Что я делаю? Господи. Нет, я правильно всё делаю. Ой. Нет, нет, не то. Так, ладно. Всё, примерно мне понятно. Карачи. А почему мы не можем прямиком свалить на эту Хару Варе? Прямо налево, направо побежать. Так, окей. Давайте сейчас быстренько в архив занесём эти фигни. Старосвиток в архив. Пыльный старосвиток. Всё, зашибись. Короче. Счастья будет, ребят. Монеты. Звонок. Ну, архив, наверное, для того, чтобы открывались какие-то задания, возможно. Я не знаю. Так, значит, здесь мы ждём. Сначала придут... Ждём. Их должно вообще нахолститься вот так. Ждём, ждём. Он не может снизу прийти первее. Может, где-нибудь вот здесь нам сесть? Так, эти начали шуметь камнями. Ну, пора. Пора, наверное. Блин, будешь терпением. Зашли все ещё. Или все. Портерсов, не знаю. Так, давайте в первую очередь сейчас попробуем посмотреть вокруг да около. Вон, смотрите, какая-то газета. Вон, какая-то газета. Ключится ещё за 10 раз сложных переключателей. Короче, здесь есть какая-то газета, ребят. Ну, ладно. Значит, завести двигатель. Не заводится по-прежнему. Переключить выключатель. Сейчас рубим сирену. И побежим просто назад. Просто назад. На пофигу. Я вернулся тебе, дорогой. Ничего страшного, тролль. Все гуд. Мы тут вроде проходим. А если прямо вот так и побежать? Да и хрен бы с тобой. А, у тебя пистолет. У тебя пистолет. Ты что-то сразу не сказал. А, пистолет это да. Но, окей. Есть. Есть идея, друзья. Мы забегаем сначала на лестницу наверх. Ждём, пока этот чувак подойдёт к машине и бежим. Эти не должны нас успеть схватить. По идее, должны успеть. Да точно назад. Смотри, сейчас покажу. Сейчас всё покажу тебе. Блин, надоело эти щели обследовать. Как будто гинеколог. Причём, смотрите, сначала мы садимся и нажимаем крестик, потому что просто с треугольником это не работает. Просто с треугольником мы сначала нажимаем крестик, чтобы увидеть, что там щель в полу, а потом только идём. Точно тут всё, да? То есть сначала, друзья, по идее, всё-таки нужно крестиком обследовать. Значит, смотрите. У нас, по сути, три выхода. Хайрадори, Хиросаки. Но вот отсюда, отсюда нам не выйти, потому что здесь поломан мост. То есть мы сейчас здесь, мы побежим сюда, 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 сюда. И всем привет. Здесь мы никак не уходим. Да, вот сломанный мост и тут. Нет, ну можно, конечно, попробовать вот так вот круглём дать. Эти пока побегут на звук машины, но этот товарищ шёл уже. Давайте, ладно, давайте попробуем, значит, что сейчас делать. Попробуем несколько вариантов. Как только услышим звон монет, сразу же бежим. Да, пацан с пистолетом, это определённо неприятно. Давайте сначала побежим наверх, всё-таки. Вот, побежим сначала... Куда-то вот сюда вот засядем. Короче, бежим сначала по лестнице наверх и пробуем побежать на Хиросаки. Но... А куда нам нужно? Ну тут просто, по-моему, побежать, да? Побегать с Хиронатсука. Всё. Вот последние четыре буквы, как-никак, никакие другие отражают смысл суть этой игры. Значит, смотрите, сейчас ждём пока с монетами эта история разрешится. Потом садимся в машину, бежим вот так вот, вот так вот. И валим вот так через дом, а те же к машине прибегут вот сюда. И пробуем уйти сюда. Но, по-моему, сюда нельзя уйти. Нет, давайте сначала мой способ. Давайте сначала мой способ, друзья. там один был, интересно, или двое. Да, я так и знал. Ну, господи, боль. Иди монетки собирай, дятел. Всё, пойдём. Да ну-ка, в жопу. Монетки иди собирай. Сдалась тебе эта... баба. Монеточки! Красивенькие. Ладно, немножко сломали скрипт, ну ладно, не важно. Ну, теперь нам придётся бежать сначала... Бежим прямо. Стоп, это просто фонарь. Это просто фонарь, это не тварь с фонарём. Поднимаемся. Да блин, ну как? Я не пойму, как подняться. Мы же в прошлый раз поднимались сюда, на фонарь же, нет? Почему ты не хочешь подняться на этот камень? Блин, ребят, беда. Ей-богу, я не могу понять. Что за стёб, я не пойму. Ай! Малево! А все, нам уже не уйти отсюда. Ну, она не хочет подниматься. Да, к этому камню, на этот камень нельзя забраться. Вот в этом проблема. Ну что, друзья, раз мы попали в своеобразную ловушку, то и выбираться. А, ничего не сделать. И вон там сидит какой-то мужик. Какие машины? Так, все, побежали, друзья. На пофигу. Сейчас мы играем в стелс. Опа! Есть контакт! Хорош, Боня! Заодно проверим версию с первой дорогой. Ну и все. Ну и все, ребят. Не сложно. Каким-то таким макаром мы прошли. То есть, получился гибрид из двух версий. Хорошо. Что теперь? Что теперь? Ну, допустим, продолжить. Допустим, продолжить. Куда нас дальше тянет? Может быть, на фильм какой-нибудь? Наока-ми-хама. Ну и здесь должна появиться какая-то вторая миссия, вторая цель. Потому что... Да-да-да, мы помним, конечно. Должна появиться вторая цель. Вторая цель не появляется. Плевать, идем дальше выполнять. Ну или, наверное, на сегодня заканчиваем. Потому что, в принципе, уже три часа мы долго. Привет, Светик! Ты вовремя! Ровно три часа дед стрима уже подходит к концу. Но привет тебе, конечно. Вторая цель достичь дороги на корову, говорит. Да уж. Ах уж мне эти японские местности. Населенные пункты. Побег из школы. Вторая миссия не появляется нафиг. Все, ливаем. Ливаем, пацаны. Начальство не опаздывает, я понял. Ну, ладно, друзья. Значит, сегодня довольно плодотворно. Теперь я не знаю, что дальше. Что там открылось, не открылось. Давайте к следующему стриму просто знатоки игры нам подскажут. Наука Мехама. Знатоки игры нам подскажут, какую миссию проходить. Тут хотя бы если был какой-нибудь ключ к этапу, но нет, его тут нет. Ну, опять же, где-то в каком-то прямоугольнике появилась вторая миссия. В каком, то нам неведомо. В каком, то нам неведомо. Бог его знает, в каком она появилась. Вот стрелочки от ней идут, там есть старые миссии. Стрелочки это вообще не то. Это забей. Это вообще не то. Стрелочкам вообще не нужно. Стрелочки обращать внимание. Стрелочки обращаются. Так, сейчас просто на пофигу попробую, хоть где-нибудь просто пробую стартовать, появится вторая миссия или нет. Опять нам бежать из этого дома, типа. Так, Санек, ты вот… Сейчас я тебе покажу описание, сейчас, ладно, ладно, ты сам напросился. Расшифровка, говоришь? Давай, расшифруй. Расшифровал? Ну и слава Богу. Так неинтересно, я понимаю только японский, тогда ладно. К сожалению, я не знаю, что нам делать дальше. Ну, я предполагаю, что нужно найти будет какой-то, какой-то опять прямоугольник, в котором появится вторая миссия. просто методом рабочего тыка. Может быть здесь сейчас появится, не знаю. Не, красные стрелки – это вообще какая-то пурга, если честно. просто вообще пургень. Неа, Сибириан Бэй, забей. Нет. О! 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 Вот оно! Запомнили это место. Вот так вот. Ширамията. Просто, ребят, тупо, тупейшим рабочим тыком мы нашли эту миссию. Значит, Ширамията, Ширамията, день, 1, 03, 00, все, good. Но зачем человеку в белом халате нужны тапочки миссис миссии, ребята, мы узнаем на следующей трансляции. Мы узнаем на следующей трансляции. А сегодняшняя трансляция подошла к концу. Всем спасибо, все способны. Ух ты, тут, оказывается, вот так можно было делать. Все молодцы. У нас музыка еще осталась, почему она не закрывается? Слушайте, ребята, у нас откуда-то музыка идет, лол. Э-э-э, вот не смешно, я игру закрыл, откуда музыка? Алло. Да, точно. Фуф. Мы все это время играли с включенным треком. Нормально. Ну, это был такой последний фейл уходящего стрима. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если кто-то хочет поддержать стримера, я буду не против, потому что мне как-то обидно, что я на какой-то 50-й позиции. Впереди меня какие-то неизвестные люди. Будет приятно, если поддержите, ну и всего вам хорошего. Но лучше, конечно, поддержка, это подписка на канал. Все. Всем спасибо, друзья. До новых радостных встреч. Я думаю, на этой неделе очень активно постримить сирену, учитывая, что игра мне нравится все больше и больше, да и темп мы набрали неплохой. Ну что ж, всего вам доброго, мальчики и девочки, особенно если вы из Японии.